От имени нашей администрации, наших подмосковных ветеранов, от юноармейцев мы решили вручить вам в этот год, в этот день, юбилейную награду, абсолютно заслуженную. Спасибо. Для меня это большая неожиданность. Это волнительная, но приятная встреча, чтобы где-то под Москвой, в знаменитом городе, вспомнили об Амцгоне, вспомнили обо мне. Спасибо вам. Буду с честью носить этот знак. Наверное, из Амцгоновцев здесь, на Кубани, я один, наверное, остался. Я как один участник военного парада 7 ноября. Это уже точно, что я здесь один. Знаменитого и героического 41-го года. Ну, очень, очень здорово. И, соответственно, от имени краеведов мы дарим нашу, как бы, одну из самых шикарных разработок нашего краеведа Сергея Ветлина, который первый был допущен к военным архивам. И по результатам своей работы была издана книга, которая так и называется «Мы тищи. Родина российского спецназа». Это звучит гордо, это обязывает. Поэтому мы пойдем бессмертным полком 29 июля этого года. И у всех у нас, молодых и красивых, на спине будет вот такая надпись. Отряд имени героев Амцбона. И еще шикарный, от администрации, глава администрации городского округа Матищи, специально для вас был разработан эскиз и вот такой шикарный подарок, где, как бы, герб нашего городского округа и карта. Территория. И территория. Да, вы наверняка вспомните, где проходили первые ваши лыжные походы в 41-м году, где был лагерь тренировочный. И стрельбище. Где, собственно, стрельбище «Динамо», и там было два аэродрома с самолетами по два, с которых потом учились, десантировались эти отдельные отряды, начиная с 41-го и в 43-м году это все, как бы, было уже, когда территорию СССР очистили от немецкой погони, и тогда уже было переформирование. Это лично от главы администрации, соответственно, вот такой, я думаю, что, как говорится, в руках приятно держать. Спасибо.